Добрый день, меня зовут Светлана Войтенко, я бизнес-психолог, семейный системный терапевт. Нам пришел вопрос от молодой девушки, 28 лет, которая 4 года после окончания обучения отработала в одной компании, где были не самые благоприятные с точки зрения эмоционального климата и атмосферы условия. У нее были конфликты с руководителем, полгода назад она уволилась и до сих пор не может найти в себе сил, чтобы искать новое место работы. В своем ответе мне хочется остановиться на двух таких ключевых моментах. Первый момент это корпоративная среда. Во всех компаниях, в любой компании есть своя корпоративная культура. Это некие правила, нормы и ценности, по которым эта компания живет. Они могут быть не всегда прописаны, но они витают в воздухе и сотрудники ими руководствуются. Корпоративную культуру задает собственник, собственники компании и поддерживают и развивают команда топ-менеджеров. У сотрудников практически нет возможности влиять на то, какова корпоративная культура. И у них нет возможности менять эти нормы и правила. Потому что у системы для того, чтобы ей быть устойчивой, эти правила быть должны. Так вот задача, что может сделать сотрудник. Задача сотрудника на входе определить для себя, подходит ли нормы и правила этой компании мне, либо не подходит. Как это можно сделать? Можете взять лист бумаги, описать себе компанию своей мечты, понять, что в ней должно быть, а чего в ней быть не должно, для того, чтобы вы могли комфортно работать и делать карьеру в ней. Это первый столбик. И второй – описать те маркеры, по которым вы будете определять, подходит ли эта компания, есть ли эти критерии в этой компании. Это один момент. Это то, что вы можете оценивать, когда проходите интервью, когда выбираете себе место работы. Кроме того, всегда есть испытательный срок, который дается не только компаниям, для того, чтобы оценить, подходит ли конкретный сотрудник, конкретный человек компании. Но и каждый человек, каждый сотрудник может оценить, подходит ли компания ему. Вот по тем критериям, о которых я говорила чуть выше. И если компания не подходит, он всегда может принять решение для того, чтобы и сменить компанию. То есть задача здесь соискателя – научиться выбирать, выбирать из тех компаний, которые есть на рынке. Компаний много, они разные. И второй момент, о котором хотелось поговорить, это как раз, собственно говоря, уже сам сотрудник, сама девушка, которая задала вопрос. Если оперировать и опираться на те критерии, о которых говорила, чуть выше, то совершенно точно, что у нее эти критерии были. Она их, скорее всего, не осознавала. Их важно заметить, почему вы выбрали ту или иную компанию, почему вы пошли в эту компанию работать. И почему оставались в ней 4 года, несмотря на то, что в ней было вам все не очень комфортно. То есть там было что-то важное и ценное, были какие-то ценности, были какие-то потребности, которые, несмотря на неблагоприятный климат, в этой компании удовлетворялись. Еще один момент, на который хочется обратить внимание. Вы говорите о том, что руководитель относился и к другим сотрудникам не очень хорошо. И в тот момент, когда он повел себя нехорошо по отношению к вам, у вас случился конфликт. Я бы обратила внимание на эту точку, когда этот конфликт случился. У меня есть гипотеза, возможно, вот это состояние пойти в борьбу, в доказательство с кем-то, это ваша такая привычная стратегия поведения. Возможно, вы себя ведете не только так, не только по отношению с этим человеком, возможно, вы ведете себя так вообще. И здесь, с одной стороны, паттерн борьбы – это такой хороший паттерн в тот момент, когда нужно отстаивать свою точку зрения. Но когда работа строится в долгую, как предполагается в компании, очень важно, чтобы к такой стратегии построения отношений добавились еще несколько. Этому можно научиться самостоятельно, это можно научиться на психологических тренингах, на коммуникационных тренингах, проработав это с психологом в частной работе. Кроме того, вы говорите о том, что 4 года потеряны. Но нет, это же не так. Потому что, несмотря на то, какая не была бы атмосфера в этой компании, на то, как бы не относился к вам и к другим сотрудникам директор, у вас были проекты, которые вы реализовали, у вас были успехи, которых вы достигли, вы научились чему-то, то есть вы получили за эти 4 года много всего, приобрели новые навыки. И вот ваша задача как раз собрать все то, что вы получили за эти 4 года, описать это все в резюме и представлять на рынок труда будущим работодателям, своим будущим работодателям. Совершенно точно эта работа добавит вам уверенности в себе и позволит идти вперед. Кроме того, вы сможете вот во время поиска работы, вы можете обратиться к услугам психолога. Для чего? Для того, чтобы он помогал вам, оказывал поддержку во время поиска работы. Такое сопровождение – это обычное дело. Либо есть еще другой вариант. Есть карьерные консультанты, которые помогают сориентироваться в рынке труда, помогают понять, какая корпоративная культура в той или иной компании и что вы приобретете или потеряете, если пойдете туда. Успехов вам в преодолении вашей сложности сейчас, в нахождении новой работы. И я желаю вам интересной карьеры.